Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучения Святаго Иоанна Златоустого на книгу «Деяния апостольских» Ничто так не содействует любви и общению, как скорбь. Ничто так не соединяет и не связывает души верующих. Ничто столько не способствует нам, учителям, чтобы слова наши выслушивались со вниманием. Слушатель, благоденствующий, бывает беспечен и нерадив, и считает за беспокойство для себя слушать поучающего. А удрученный скорбью и страданием с великим усердием предается слушанию. У кого душа тягчена скорбью, тот везде ищет себе утешение от скорби, а слово доставляет немало утешения. А что же скажешь иудеи, почему они, претерпевая бедствия, малодушевствовали и не слушали? Потому что они были иудеи всегда слабые и жалкие, притом их скорбь была очень велика, а мы говорим об умеренной. Смотри, они надеялись освободиться от угнетавших их бедствий и впадали в бедствия еще более тяжкие и бесчисленные. И это немало поражает душу. Скорби удерживают нас от пристрастия к настоящему миру. Мы благодушно ожидаем смерти, не бывая привязаны к благам телесным. А в том и состоит важнейшая часть любомудрия, чтобы не быть привязанным и пристрастным к настоящей жизни. Душа, удрученная скорбью, не заботится о многом. Она желает только спокойствия и тишины. Она хотела бы освободиться от настоящих бедствий и боли ничего. Как тело утомленное, изнуренное, не способно не предаваться наслаждениям, не пресыщаться, но иметь нужду в отдохновении и спокойствии, так и душа, удрученная множеством бедствий, ищет отдохновение и спокойствие. Душа чуждая скорби волнуется, метется, надмивается. Напротив, душа чуждая удовольствие, ничем не расслабляемая, вся сосредотачивается в самой себе и не надмивается. Это бывает мужественную, а та детски слабую. Это основательную, а та легкомысленную. Как что-нибудь легкое, упавшее в воду, колеблется волнами, так и душа, предавшаяся великой радости. От множества удовольствия у нас бывает и множество грехов, и может видеть всякий. Представим, если угодно два дома, один наполнен отправляющими брачное пиршество, другой сетующими. Войдем мысленно в тот и другой, посмотрим, какой из них лучше. Дом сетования окажется исполненным любомудрие, а дом брак обещания. Смотри здесь в самом деле. Нескромные речи, беспорядочный смех и еще более беспорядочные движения, одежда и походка, исполненные бесстыдства, действия, отличающиеся безумием и непристойностью. Вообще здесь нет ничего, кроме смешного и достойного смеяния. Говорю не о браке, да не будет, но о том, что бывает на браке. Здесь не извращается природа человеческая, присутствующие обращаются из людей и бессловесных животных. Одни ржут, подобно коням, другие бьют ногами, подобно ослам. Все в беспорядке, все в смятении. Нет ничего благопристойного, ничего благородного. Здесь великое торжество дьявола, кимвалы, флейты, песни, исполненные при любодеянии разврата. Не так бывает в жилище сетования. Все там бывает благопристойно. Там глубокое молчание, совершенная тишина, великое сокрушение. Нет ничего непристойного, ничего бесчинного. Если же кто станет говорить, то все слова его звучат, как исполненные любомудрия, и что достойно удивления, в таком случае бывают любомудренными не только мужи, но и слуги и жены. Таково свойство скорби. Стараются утешить сетующего, выскаживают множество мыслей, исполненных любомудрия. Тотчас начинаются молитвы, чтобы скорбь не выходила из пределов. С готовностью утешают страждущих, исчисляют множество примеров подобных же сетующих. Ведь что такое человек? Исследуют нашу природу. А что такое человек? При этом раскрывают его жизнь и ничтожество, вспоминают о будущем, о суде. Каждый отходит домой с бракоприскорбным, потому что сам он бывает в расстроенном состоянии, а сетования радостным. Потому что видят себя свободным от подобного бедствия и возвращаются с души успокоившуюся от всякого неумеренного пожелания. Ну что, хочешь ли сравнив между собой темницы и зрелища? Эти места одно сетование, другого удовольствия. Посмотрим, что происходит в каждом из них. Там в темнице великое любомудрие, потому что где скорбь, там непременно любомудрие. Там человек прежде богатый и надменный, не чуждается беседовать со всяким, кто к нему обращается. Страх и скорбь, как бы какой сильнейший огонь, проникая в его душу, смягчает ее грубость. Там он делается кротким и смиренным, там он постигает превратные жизни и терпеливо переносит все. На зрелище же все напротив. Здесь смех, бесстыдство, бесовское веселье, бесчиние, потеря времени, бесполезное употребление целых дней, возбуждение нечистых пожеланий, упражнения порочных похотей, школа прелюбодеяния, училище разврата, поощрение безнравственности, побуждение к смехотворству, примеры непристойности. Не такова темница. Там смирение, вразумление, упражнение в любомудрии, презрение житейских благ. Все земное попрано и презрено, и страх бодрствует над человеком, как пестун на детятии, направляя его ко всему должному. Но если хочешь, посмотрим на те же места с другой стороны. Я желал бы, чтобы ты встретился с человеком, который идет со зрелища, и с другим, который выходит из темницы. Ты увидел бы, как душа первого возмущена, неспокойна, поистине точно связана, и как душа последнего спокойна, свободна, возвышена. Тот идет со зрелища, ослепленный виден тамошних женщин, несет на себе оковы, которые тяжелее всяких железных, оковы тех мест, слов, действий. А выходящий из темницы, будучи свободен от всего этого, не чувствует и ничего прискорбного, сравнивая свое положение с положением других. Он будет считать за счастье, что свободен от уз, пренебрежет человеческими делами, видя, как многие богатые впадают в несчастье. И будучи, прежде великой чести и силе содержатся, содержатся там заключения. Если он испытывает какую-либо несправедливость, то он перенесет это терпеливо, потому что там много примеров и этого. Будет вспоминать о будущем суде и содрогаться, видя настоящие места заключения. И как заключенные здешней темницы становятся кротким ко всем, так и те, еще прежде суда, еще прежде будущего дня станут кроткими и к жене, и к детям, и к слугам. Но не так возвращающиеся со зрелища. Он с неудовольствием будет смотреть на жену, будет жестоко обращаться со слугами, гневаться на детей и будет свирепым ко всем. Много зла причиняют городам зрелища. Зла великого мы даже не знаем, насколько великого. Если вы не утомились, посмотрим еще на места смеха, разумею, пиршества, где тунеядцы, эльстецы и великое невоздержание, и на другие места, где храмы и слепые. Там пьянство, обедение, разрад, здесь все напротив. Посмотри на наше тело. Когда оно тучно и изнежено, то скоро впадает болезнь, а когда истощено, то не так скоро заболевает. Но чтобы сделать для вас яснее слова, мы представим тело многокровное, тучное и переполненное. Оно даже и от легкой пищи может впасть в горячку, если будет оставаться без действия. Представим другое, которое издавна подвергалось голоду и изнеможению. Болезнь не скоро может его постигнуть и преодолеть. Найсчастая и здоровая кровь порождает болезни, если ее слишком много. А если ее будет немного, то хотя бы она была не в здоровом состоянии, легко может быть излечена. Так и с душою. Если она предана роскоши и удовольствиям, то легко склоняется на грех. Она близка и к гордости, и к невоздержанию, и тщеславию, и зависти, и коварству, и клевете. Не такова душа, живущая в скорби и воздержании. Она далека от всего этого. Вот и наш город велик. Откуда же происходит зло? Не от богатых ли? Не от радующихся ли? Кто влечет других в судилище? Кто расхищает имущество? Те ли, которые живут в бедности и угнетении, или те, которые надмиваются и радуются? От души, угнетенной скорби, не может произойти какое-либо зло. Павел знает пользу от нее, потому говорит, от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Римлянам 5 глава 3-5 стихи. Не будем же падать духом во время скорби, но за все благодарить Бога, чтобы получить великую пользу, чтобы заслужить благоволение от Бога, который попускает скорби. Великая благо скорбь. Это можем мы видеть и на детях своих. Ничему полезному они не могут научиться без скорби. Но мы еще более, нежели они, имеем нужду скорби. Если они цветут тогда, когда и страсти бывают укращаемы, то тем более это нужно нам, которые подвержены столь многим и столь великим страстям. Мы более, нежели они, имеем нужду в пистунах, так как поступки детей не могут быть велики, а наши бывают весьма велики. Наш пистун скорбь. Итак, не навлекая ее сами на себя, когда она постигнет нас, будем переносить ее благодушно, как к виновницу множества благ, чтобы нам сподобиться благоволение Божие и благ уготовить любящим Его во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и пресна и во веки веков. Продолжение следует...